Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас расклад-ответ по тесту на интуицию, который назывался От чего отказаться сегодня, завтра или в любой задуманный вами день, который для вас важен, в который у вас вообще стоит этот вопрос о том, чтобы от чего-то отказаться. У нас 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. И сейчас вы можете посмотреть под прошлым видео тот вариант, если вы забыли, который вы загадывали. И сейчас вот ощутите, вам хочется перезагадать его на какой-то другой. Или у вас, вот как вы выбрали, например, третий или первый в прошлый раз, так вы считаете, что да, вот первый вариант будут открывать, буду его и слушать. Проследите вот это ощущение, это тренировка интуиции как раз таки сейчас. Ну а мы будем открывать варианты и начнем с первого. То есть здесь нет вот такого разброса, там первый, который я открою и так далее. Первый, второй, третий, четвертый также открывать будем. Первое, от чего надо отказаться. Отказаться от излишней быстрой оценки ситуации. Вы можете обнаружить в конечном итоге, что то, что вы видите своими глазами, это не совсем то, чем оно кажется на первый взгляд. Потому что пройдет 2-3 дня, а максимум 2 недели, и вы увидите, что вы ошиблись в своей оценке. Поэтому не выносите каких-то вердиктов по поводу прошлого, которое уже случилось. И не старайтесь узнать об этой ситуации больше, чем вы уже знаете. Также карты говорят о том, что вы давно получили помощь от человека. Это была финансовая помощь, это были деньги или какие-то вещи, которые вам были нужны. Не надо стараться отдать их. Не надо стараться сейчас отдариться или вернуть их, или вот какие-то такие шаги совершать. Абсолютно не имеет никакого смысла. И особенно не погружайтесь в прошлое. Не живите в прошлом, а смотрите в настоящее. То есть, что происходит сейчас, что будет завтра, и можете строить планы дальнейшие. Для тех, кто выбрал второй вариант, здесь у нас ситуация, которая говорит о том, что вам нужно отказаться от лишней экономности. То есть, если вы собрались, например, куда-то ехать и думаете, а вот купить мне пласкарт или купе, то если есть возможность, не думайте, не экономьте, не надо зажимать деньги, какие-то ресурсы, энергию, время. Почему? Потому что чем больше вы зажимаете, чем больше вы к себе, да, вот так вот притягиваете, тем меньше к вам приходит нового. То есть, вы пытаетесь сохранить свое, вы цепляетесь там зубами и когтями за то, что у вас уже есть. И судьба видит, что есть определенная жадность, определенная алчность той ситуации, которая сложилась, да, вот у вас сейчас. И поэтому могут не дать чего-то нового. Называется, он так держится за старое, что новое ему, наверное, не надо. Поэтому не держитесь, не жадничайте и не экономьте там, где не надо экономить. Иначе вселенная сэкономит на вас. Пункт третий, вернее, те, кто третий вариант выбрал. Откажитесь от, знаете, вот ускорения какого-то, от быстрого времени, от получения мгновенных результатов, от какой-то ситуации, когда надо торопиться. И помните, что ваш девиз на задуманный день, на сегодня, завтра или любую дату, которую вы для себя загадали, это спешка нужна при ловле блох и при поносе. Но вот если у вас двух этих вариаций в жизни не присутствует, то тогда торопиться вообще, в принципе, не стоит. Для тех, кто выбрал вариант номер 4, давайте-ка мы посмотрим. А вот здесь вас предостерегают карты от излишних трат. То есть не надо тратить деньги, особенно не обдуманно, особенно если у вас не лежит душа к таким тратам. Потому что бывают ситуации, когда, ну вот знаете, вроде бы понимаешь, что да, потратить надо, но не хочется. Да, вот делается это как-то не от души. Вот в эти моменты тратить не стоит, тратить не нужно. И более того, не тратьте на эмоциях или не тратьте на некую даму. Дама, знаете, такая капризная, взбалмошная, эмоциональная. Такая женщина-вода, очень-очень обтекаемая по своему вот характеру. Да, очень эмоциональная дама, знака воздуха или воды. Не тратьте время, ресурс на общение с ней или деньги. Не давайте ей, если она у вас будет просить. Вот такие моменты. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад на любую тему, в прикрепленном комментарии, в пункте 3, будет ссылка на видео, в котором рассказывается, как заказать расклад для себя. И какие правила для этого. Отдельным пунктом, отдельным комментарием, я выделю ссылку на плейлист, где все тесты интуиции находятся у нас. То есть я скину эту ссылочку для того, чтобы вы могли переходить и смотреть все тесты. А у нас, наверное, уже больше недели, как идет, по-моему, вот эта рубрика. И вы можете, если вы только что к нам присоединились, пересмотреть огромное количество тестов и сразу проверить свою интуицию в целом плейлисте. Вообще, есть плейлист еще, помимо тестов на интуицию, гадания на Таро. Там более 730 раскладов на абсолютно разные жизненные темы. Вы можете даже его включать просто, да, и вот те темы, которые интересны, слушать, загадывать для себя какие-то варианты. Я всем желаю удачи, до встречи, до свидания. Продолжение следует...